Друзья, всем привет! За последние пару лет в своей мастерской я изготовил довольно много полезных, а главное, работоспособных приспособлений для вот такой вот болгарки. Все они так или иначе работают или работали, просто в данный момент пропала необходимость в их использовании, но я точно могу сказать, что болгарка, которая называется угловая шлифомальная машинка, давно уже имеет более разнообразные функции, которые далеко ушли от шлифования. Да, все самоделки, изготовленные мной, они работоспособные, но единственный их минус – это нужно потратить время на их изготовление. А зачастую необходимо изготовить несколько версий приспособления, чтобы оно начало нормально работать. Плюс обычно под каждую задачу делается отдельная самоделка. Так вот, я нашел одну интересную штуку для болгарки, которая поражает своей универсальностью. Я ее сразу же заказал, протестировал и теперь готов рассказать о ней вам. Пришли сразу три коробки, посмотрим, что там. Много всего вы видели, ничего не понятно, будем разбираться. Самая большая деталь оранжевого цвета является базой всего этого. На нее и крепится болгарка. Вообще, как вы видели, все детали в заводском исполнении из толстого металла. Производит такое и многие другие приспособления компания Афи. Иногда удивляет, как с одной стороны просто, а с другой стороны в заводском исполнении они производят эти штуки. Итак, продолжим. УШМ крепится в универсальном креплении и прикручивается в штатные места крепления рукоятки. Задняя часть фиксируется обычным хомутом для более жесткой посадки. Как видим, получилась простая стойка для болгарки. Отлично, поддается регулировке и работать ей довольно удобно. Имеются упоры, которые можно настроить под свои нужды. С такой штукой не особо нужна громоздкая монтажная пила. Особенно, когда напилить материала надо небольшое количество. Но особенно радует универсальность. Ведь сменив диск на пильный по дереву, у нас появляется мини-торцовочная пила, на которой можно спокойно напилить ту же дюймовку. А если взять УШМ побольше, то и толщину доски она возьмет побольше. И, кстати, такой диск по дереву можно использовать, когда УШМ жестко зафиксировано. Например, в такой стойке. Также интересная трансформация происходит после нескольких манипуляций со стойкой. Которая превращается в мини-настольную универсальную пилу. Кстати, одна такая пила в интернете стоит от 4,5 тысяч. Тут же это просто установка столика, который места в разобранном виде почти не занимает. Можно поставить алмазный диск и получится плиткорез. Продолжение следует... А для последней интересной надстройки для стойки нужно снять УШМ-скрепление с базы стойки и прикрутить на ее место вот такую штуку с кучей подшипников. Болгарку крепим к профильной трубе 60 на 40. И, как вы могли догадаться, получится уже стойка с протяжкой. Я подобную делал и могу сказать, что мой вариант получился хуже, так как не было возвратного механизма для УШМ и подшипники не регулировались. И поэтому в моем исполнении имелся небольшой люфт. Тут за счет возможности регулировок этот момент отсутствует. Заводскую трубу, кстати, можно заменить на свою, любой необходимой длины. И спокойно можно распускать большие листы. Друзья, вот такая полезная штука продается сейчас на рынке. Не надо ничего изобретать, тратить время на изготовление, нервы. Просто купили, достали, попользовались, убрали место, много не занимает. Как считаете, полезная приспособа? Если это так, то ставьте лайк, а в комментах напишите, как еще можно улучшить эту стойку. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и до новых встреч!